Пам-пам! Сегодня вас ждут митинги школьников, новые звёздные войны и архитектурные новинки Новосибирска. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Да, те, кто подписались на мой канал после видео с Северного полюса, здесь не только тревел выходит, но и вот всякое разное тоже. Кстати, спасибо, что тепло приняли новый формат, вот теперь сижу, думаю, чем вас дальше удивлять. Пам-пам! Но сначала давайте разберёмся с одним моментом. Если у вас когда-либо закрадывалось ощущение, что я буду рекомендовать продукты, которыми сам не пользуюсь, то как вам тогда 215 уровень в игре Homescapes, до которого я, во-первых, сам дошёл, а во-вторых, не донатив ни копейки? Просто в игре присутствуют сразу две очень затягивающие вещи. Во-первых, это механика три в ряд, а во-вторых, обустройство родительской дачи. Только отличие от реальной жизни или там какого-нибудь Sims в том, что невозможно сделать уродливый интерьер. Поверьте, я пытался, всегда получается мило. Тем более с рождественским набором декора, который доступен до 28 декабря. Так что проходите сотни уровней головоломок, составляя комбинации, выбивая бонусы и помогайте дворецкому Остину наладить быт родителей и неуверенно подкатывать к подруге детства. Да, я очень сильно вовлечён в сюжет. Возможно, меня подкупило то, что главный герой помешан на чистоте. Вижу, многие из вас задаются вопросом, стоит ли играть в Homescapes, если не прошёл оригинальный Gardenscapes, на что я уверенно отвечу. Вы в своём уме такое спрашиваете? Так что смело пробуйте эту игру в Google Play по ссылке в описании, но только после того, когда смотрите этот ролик. Пам-пам! Кстати, да, хотел похвастаться, какой я сувенир из Чечни привёз. Изначально, когда я выбирал, о чём в этом видео говорить, я не собирался подводить никакие там итоги года или десятилетия, потому что у меня не очень это получается. Плюс в интернете их дофига и так. Но как-то так получилось, что появились новости вот в последний момент, которые, по большому счёту, очень хорошо символизируют и подводят некий итог тому, с чем мы жили весь этот год. И в принципе, если задуматься, и всё десятилетие. Я, конечно, во всём этом движении с протестами и запретами. Во-первых, хочу поздравить нас всех, граждан Российской Федерации, с тем, что в России впервые успешно прошли учения по изоляции интернета. Ура! Стало известно, что ещё на прошлой неделе в Москве, Ростове и Владимире проводились испытания, где чиновники вместе там с основными провайдерами и мобильными операторами отрабатывали разные сценарии, в которых стоило бы защищать российский интернет. Не знаю, на мой экспертный взгляд, в жизни существует только один сценарий, по которому стоит отключать интернет. Это если ты двойку принёс. Так вот, учения прошли успешно, заявил министр цифрового развития. И это очень прикольно, что в России за изоляцию интернета отвечает Министерство цифрового развития. В ходе испытаний условные злоумышленники, враги России, пытались наносить различные атаки на наши сети и по итогу говорят, что более 50% таких атак привели к своей цели. Мне кажется, такой результат это очень интересная трактовка термина «успешно». С радостью заявляю, что учения прошли успешно, мы нашли пароль от Wi-Fi. Он был написан на роутере. При этом испытания проводились не на живых пользователях, а на специально созданных участках сети, где тренировали все. Но в любом случае мы с вами наблюдаем первые шаги к защищённому суверенному российскому интернету. Ура, ура, пам-пам. Дальше больше. Пока в Москве все силовики в боевой готовности после того, как стрелок напал на здание ФСБ в самом центре столицы, в других регионах по-другому развлекаются. В Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов, где митингующих играли школьники. Это весело на всех этапах. Как начинали всё это отрицать, что этого вообще не было, хотя есть видео, как перекладывали ответственность с одного ведомства на другое. В итоге всё-таки признали. Да, было, школьники всё-таки присутствовали, но на самом деле так для массовки там стояли, а вот самих митингующих, с которыми дрались полицейские, играли уже переодетые другие полицейские. Переодетые в школьников видео, но так как вот по единственной записи невозможно точно понять, правду говорят или нет, то мы верим в официальную версию. Но мы же все знаем эти знаменитые полицейские учения, куда набирают массовку. Ставь лайк, если тоже в таком участвовал. Мне кажется, даже как-то нелепо выглядит с точки зрения учения, то есть какую ситуацию они отрабатывают. Что это за такой митинг в пустом дворе, где на пять полицейских с щитами прям вот так вот в лоб идут и пинают у какие-то школьники? Серьёзно, где провокаторы с бумажными стаканчиками? Где террористы с пластиковыми бутылками? Если на что такие учения и похожи, то это на показательные выступления спецназа перед пятиклассниками в Златоусте. Я не выдумываю это, если что это реально. Вот там у них есть кадетский класс, куда на линейку привели из колонии сотрудников, которые отрабатывали это всё зачем-то. В этот день для юных кадетов и гостей праздника показательные выступления приготовили уже более взрослые учащиеся и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Отличный анимат у них там. Там, где заплатите чеканной монетой? Интересно, они на корпоративах выступают. Естественно, и по первой, и по второй истории проводятся проверки, всем там виновным скажут а-та-та, но мне кажется, в целом это хорошо характеризует, как российское общество вот подходит к новому десятилетию. И не утуждайте себе комментариями о том, что на самом деле новое десятилетие будет в 21-м году. Я от этих споров устал ещё в конце 2009-го, между прочим, 10 лет назад. Пам-пам. Две занимательные новости из мира кино, потому что я люблю кино. Во-первых, вышли новые звёзд... Во-первых, вышли новые «Звёздные войны», которые «Скайуокер. Восход», там, девятый эпизод, конец новой трилогии сиквелов. Наигрался. Кажется, фильм не успеет собрать миллиард к концу года, как я предполагал в предыдущем выпуске, потому что... Ну, как-то всем как будто пофиг на эту часть. Как-то неровно шла эта трилогия и по итогу не смогла меня ничем зацепить. Хотя я вот помню, когда в моём детстве выходили приквелы, их тоже очень сильно ругали. Но сейчас, наверное, если их вспоминают, то либо с теплотой, либо потому что там отличные мемы. А сиквелы какие-то скучные, постные вышли. То есть я уже посмотрел девятый эпизод и как бы... Ну, он ок. Там происходит то, что все примерно и ожидали. Даже спойлерить особо нечего. Касательно актёрской игры я не знаю, но... Вроде продюсеры номинируют на Оскар Кэрри Фишер за лучшую второстепенную роль. Несмотря на то, что Кэрри Фишер умерла ещё до выхода предыдущей части. То есть она в этом фильме в основном трёхмерная. Если там вообще есть какие-то живые её кадры, я не знаю. Может, Оскар получит. На самом деле, по итогу из всей трилогии больше всего запомнилась вторая часть, которую очень сильно ненавидят фанаты. Там, правда, есть пара очень спорных моментов с тем, что пытались играть на модной теме феминизма. Но там хотя бы есть интересные задумки. Попытки отступить от того, что обычно все привыкли видеть в «Звёздных войнах». Это можно вспомнить, это можно обсуждать. Это было интересно. Но, видимо, вот этот фанатский хейт слишком испугал продюсеров, и они решили безопасно сыграть. Поэтому, что седьмая, что девятая часть по большому ещё, это как будто ремастер старых фильмов. Вот теперь с новой графикой посмотрите. Так вот, к чему я подвожу. Пам-пам. «Мандалорцы» посмотрите лучше, если ещё не посмотрели. Я как-то неожиданно для себя втянулся в этот сериал, хотя не особо его как-то ждал. Ну, не знаю, потому что он не пытается всем угодить, он не пытается поднимать какие-то остросоциальные темы. Это такой набор лаконичных историй из мира «Звёздных войн», в которых не задействованы джедаи. Да, там простовата графика, да, если там построят какую-нибудь декорацию, то её, скорее всего, будут до последнего использовать. Ну, всё-таки это сериал. Но, не знаю, мне понравился такой акцент на созерцательность, всякие оммажи к разным классическим фильмам, там, от семи самураев до чужих. Ну, естественно, Бэйби Йода такой милый. 27 декабря выходит финальный, восьмой эпизод, где режиссёр Тайка Вайтити, так что вы, в принципе, успеете подключиться. Если что, «Ведьмака» я не смотрел ещё. Я просто так вставил мем про чеканную монету. Лайк за честность. Пам-пам. Вторая киноновость про фильм, чей провал вообще никого не удивит, потому что, ну, все примерно понимали с момента трейлера, что вот будет плохо. Это фильм «В кошке», адаптация мюзикла, который решили в кино сделать хоррором. Хоррором, где основной инструмент пугания зрителя это ужасная графика. Фильм провалился, и он никому не нужен, естественно, но с ним случилась уникальная вещь. К нему выпустили патч. Как, типа, в видеоиграх, когда там что-нибудь не успели доделать, и ты скачиваешь дополнительную часть, чтобы игра нормально работала. Так вот, кошки вышли в прокат, и спустя небольшое время прокатчик прислал новую версию, где они поправили графику, потому что, как оказалось, они не все успели доделать. Там у актрисы, допустим, были руки человеческие, не успели ей шерсть нарисовать. Это забавно, если задуматься, что, как бы, раньше премьера — это все, конечная точка, а теперь, как бы, нет, можно потом, если что, фильм доделать. Я думаю, нас в будущем ждет такого больше. То есть, да, уже не возят в кинотеатры фильмы на огромных ленточных бобинах, все в цифровом формате, поэтому, скорее всего, в будущем фильмы будут просто в кинотеатрах стримить из облака, а значит, легко можно будет, если что там, подправить, обновить, где-то графику подтянуть, если не успели, или если они делают графику, то почему нельзя содержание фильма поменять? То есть, какая-нибудь шутка, допустим, была в фильме, она очень стала скандальной, ее можно быстро заменить на другую, и мы можем прийти к тому, что фильм, который изначально вышел в прокат, и фильм, который через месяц показывают, заметно отличаются. Что? Почему фантастам можно делать предсказания на будущее, а мне нет? Пам-пам! Еще меня задел один из главных новогодних мемов, которые сейчас расходятся, это фотографии, которые пришли из Новосибирска. Привет, Новосибирск! Это фотографии новогоднего катка, я думаю, вы догадываетесь, почему они разошлись, потому что, потому что каток похож на писюн. А это смешно, смешно, когда что-то, что не является писюном, похоже на писюн. Я бы сказал, это кек. К счастью, новость не о том, что какие-то казаки там или православные активисты увидели эти фотографии и решили дело возбудить. Нет, я просто об этом хочу поговорить, потому что это несправедливо. Не, я считаю, несправедливо по отношению к моему родному Санкт-Петербургу, что сейчас все обсуждают Новосибирск из-за того, что у него какой-то там каток похож на писюн. Что это такое? Санкт-Петербург, Невский проспект, сквер перед Казанским собором. Посмотрите, ну это... Здесь даже фонтан есть. Есть даже небольшая традиция, когда фонтан закидывают шампунь, чтобы все вокруг покрывалось густой белой пеной. Правда, почему-то пранкеры это с дрона не снимают. Кстати, я был в офисе ВКонтакте, а у них прям, ну, отличный вид на этот сквер перед Казанским собором. И вот в видовом кабинете сидит сотрудник, который отвечает за фильтрацию всякого жесткого контента, чтобы там какие-нибудь, типа, убийства, порнуха и прочая, вот всякая жесть не появлялась ВКонтакте. Я у него спрашиваю. Извините, а вы не обращали внимания, что сквер из окна, он похож как бы на член, да? Вижу ли я там член? Естественно, я его вижу. Я везде вижу члена. Ты слышал, чем я занимаюсь? Из всех кабинетов меня посадили сюда. С видом на Казанский елдак. Я просто хотел сказать, зафиксировать, что члены скверы это питерская тема. Новосибирск? Не надо тут. Пам-пам. Технически это не последнее моё видео в этом году. Ещё на втором канале будет ролик про технику, на которую мы снимали Северный полюс. Он будет либо сегодня, либо завтра, либо послезавтра. Ещё, я думаю, провести на этом канале трансляцию, пообщаться, поотвечать на вопросы. Напишите в комментариях, если вам интересно такое. Ну, а я начинаю готовиться к своим классическим, затяжным январским каникулам. Вот сейчас, допустим. Не могу выбрать, на что потратить оставшиеся дни этого года. Что, я взрослый человек. Я сам решаю, что тратить своё свободное время. Шучу, конечно. Естественно, я буду валяться в кровати и смотреть на ТЛС-шоу про фриков. Ну, а так как это все новости на сегодня, и по большому счёту это заключительный эпизод Усачев Тудей в этом году, то вы заслужили итоговый комплимент дня. У тебя отличное лицо. С вами был Руслан Усачев. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставили лайк, подписались на канал. До встречи на танцполе. Пам!